Постоянно звонят коллекторы. Что делать, если звонят родственникам или на работу? Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, юрист, эксперт в списании долгов через банкротство, опытный арбитражный управляющий, много вел отдел по всей России и завершала со списанием долгов в деятельности решения проблем с долгами с 2015 года. Многие граждане жалуются на то, что после того, как пошли просрочки, начинают звонить. Звонит представитель банка, потом коллектора, далее звонят родственникам на работу. Как избавиться от этих звонков? Это актуально и для тех граждан, кто подает на свое банкротство, или же для тех граждан, у кого просто нет денег платить по своим долгам и обязательствам. Хочу сразу заметить и подчеркнуть, и об этом говорю неоднократно, о том, что звонки не имеют юридической силы. На звонки можно не обращать внимания, звонят, поверьте абсолютно всем, у кого есть просрочка. Цель звонков минимальными усилиями кредитору поставить вас в график платежей, чтобы вы начали платить, а то будут расходы на юристов, госпошлины, суды. Кредиторам это не нужно. И тут представители кредиторов или коллекторы начинают звонить. Однако вы должны знать, что есть закон, который защищает ваши права при звонках и взаимодействии с вами коллекторов и иных лиц. Это закон 230, который как раз регулирует взыскание просроченной задолженности без суда, посредством звонков, смс, писем и иного взаимодействия. И этот закон на самом деле очень хорошо защищает ваши права. Поэтому не допускайте злоупотребления коллекторов, если вдруг у вас возникла ситуация, что вам тяжело или нечем платить ваши обязательства. Итак, по закону вам имеет право звонить по одному обязательству не более 8 раз в месяц. В неделю не более 2 раз, а в день не более 1 раза. Звонить вам коллекторы имеют право в будние дни с 8 до 22.00. В субботу и воскресенье с 9.00 до 20.00. И что немаловажно, коллекторы не имеют право скрывать номер телефона, с которого звонят. А если коллекторы нарушают закон и звонят вам по объему звонков порядком больше по одному обязательству, нежели я сейчас озвучила, то смело пишите жалобы ФССП Федеральной службы судебных приставов по месту вашего жительства. И это на практике работает. Не нужно думать о том, что эти жалобы бесполезны, никто их рассматривать не будет. Отнюдь эти жалобы работают и штрафы для коллекторов немаленькие. Образец жалобы можно скачать на сайте ФССП. К жалобе нужно приложить копию вашего паспорта и по максимуму имеющиеся у вас доказательства. А именно детализацию звонков, в идеале подчеркнуть и выделить те номера, с которых вам неоднократно звонили. А также при наличии представить записи разговоров. Также можно приложить копию кредитного договора или договора займа. Также можно приложить копию писем и иных каких-то требований, пугалок, если вдруг такие вам поступают. Также можно приложить в жалобе скриншота СМС, если вам поступают СМС после звонков с угрозами. Также вы должны знать, что вам не имеет право коллектора угрожать, психологически на вас давить, пугать судом, пугать тем, что к вам приедет служба взыскания и опишет имущество, пугать тем, что вас отберут детей. Это все пугалки, они не имеют никакой юридической силы. А также, если вам сыплются подобные угрозы, вот и повод также написать жалобу в Федеральную службу судебных приставов. Не спускайте подобные угрозы на тормоза. Уважаемые граждане, подписчики, если вам нужна помощь в списании с вас непосильных долгов, запишитесь ко мне на бесплатную консультацию, контакты в описании под этим видео. Я работаю своей командой успешно по всей России. А также важно знать, если вы не хотите никак взаимодействовать с коллекторами и с теми лицами, кто вам звонит, по закону вам не запрещено сменить номер телефона, не брать трубку, добавлять звонящих в черный список. Не хотите коммуницировать со звонящими? Не разговаривайте, не тратя свои нервы и время. А если вы все-таки берете трубку и общаетесь с коллекторами, как нужно себя с ними вести? Во-первых, ведите себя смело и уверенно и разговаривайте в том же тоне, в том же формате, как ведут диалог с вами. Скажите коллектору о том, что вы не отказываетесь платить, у вас просто нет денег. Что касается процедуры банкротства, можно ли говорить о том, что вы инициируете дело о списании с вас долгов? Можно говорить и об этом. Тем более, если у вас совокупный размер долга свыше 500 тысяч рублей и у вас есть обязанность подать на банкротство по пункту 1 ст. 213.4 закона о банкротстве. Если вы не инициируете дело о банкротстве, говорите смело коллектору о том, что пусть банк или иной кредитор подает на вас суд. И что вы будете платить только после того, как суд вынесет решение через службу судебных приставов. Хочу вам разъяснить, что по закону с вас пристав может удерживать не более 50% с официального дохода, а также арестовать ваше имущество и его продать. За исключением единственного жилья, если оно не в ипотеке. Тем более, что с банком всегда можно будет попробовать договориться, и когда идет судебный процесс, и в рамках возбуждения дела судебными приставами. А также смело заявите коллектору о том, что вы знаете свои права, что вас защищает закон номер 230, и что все разговоры записываются, и в случае каких-либо угроз, либо неналежащего поведения, вы будете писать жалобу ФССП, а также в прокуратуру. Также звонящему можно разъяснить о том, что вы знаете, что по закону может сделать банк или иной кредитор, а что нет. Что вас не напугать, что вы знаете о том, что банк максимум может подать на вас в суд и далее получать выплат через службу судебных приставов. Также смело можете говорить коллектору, что я знаю о том, что вы не имеете права без моего ведома и спроса заявляться ко мне в жилище и описывать какое-либо имущество. Также о том, что вы знаете, что ваши долги никак не повлияют на органы опеки и на тот факт, что вас отберут детей. Также, чтобы знать о том, что коллектор не имеет права звонить вам на работу или распространять информацию в подъезде или в социальных сетях. А если все-таки коллекторы пришли домой после того, как вам звонили-звонили и тут нагрянули? Не нужно бояться. Все те правила, которые я сейчас озвучила, они и действуют в том случае, если коллекторы к вам пришли домой. Ведите себя так же, как и с вами себя ведут. Будьте уверены, смелыми и знайте свои права. И еще раз подчеркну, что вы не обязаны впускать коллектора в свое жилище. Также вы можете просто не открывать дверь и не коммуницировать и вообще не общаться с теми лицами, которые к вам пришли. Это если вам страшно. А также, если те лица, которые пришли, они настойчивы, вы смело можете вызвать полицию и не бояться. Главное важно знать. После этого вы должны успокоиться. Коллекторы не имеют права забрать у вас имущество или доходы. Это могут сделать только судебные приставы после того, как кредитор просудит долг. В тюрьму за долги вас не посадят, если вы не мошенник. Детей, как я ранее сказала, за долги у вас не заберут. А можно ли отказаться по закону от взаимодействия с коллекторами, чтобы те не звонили и не приходили? Да, по закону это можно сделать после 4 месяцев просрочки по конкретному обязательству. Есть форма заявления. Утверждена эта форма также Федеральной службы судебных приставов. Можно эту форму скачать с сайта ФССП. Так и называется эта форма отказ от взаимодействия. И спустя 4 месяца просрочек вы вправе направить заказным письмом с уведомлением это заявление об отказе от взаимодействия. После получения этого заявления ваш кредитор или лица, которые действуют от имени кредитора, не вправе вам будут звонить, а также приходить домой. А если названивают родственникам, что делать? Звонки родственникам также не имеют никакой юридической силы. Ваши родственники не обязаны платить ваши долги, при условии, что они не являются вашими официальными созаемщиками или поручителями. Ваши родственники смело могут слать звонящих на 3 буквы. Ваши родственники кредиты и долги не брали и ничего звонящим не должны. Можно ли прекратить звонки родственникам? Да, при подписании кредитного договора или договора займа, как правило, вы дали согласие на передачу информации третьим лицам. Это согласие можно отозвать в любой момент. Или ваш родственник может выразить письменные несогласия на тот факт, что ему звонят. Это заявление, отказ от звонков третьим лицам, либо отказ от самого третьего лица, чтобы ему не звонили, заполняется в свободной форме и в открытом доступе можно скачать без проблем в интернете. Направляется также каждому кредитору заказным письмом с уведомлением. После получения соответствующего заявления, кредитор или лица, которые действуют от его имени, не вправе будет звонить третьим лицам. Если звонки продолжаются после того, как вы отправили отказ от взаимодействия, либо заявление об отзыве согласия на передачу информации третьим лицам, смело пишите жалобу в Федеральную службу судебных приставов. Об этом я говорила в начале выпуска. После получения соответствующих заявлений, кредиторы не вправе звонить ни вашим родственникам, ни вам, в том числе и не имеют права приходить. Что касается звонков на работу, коллекторы не имеют права звонить работодателю и распространять информацию о том, что вы должны денег. Если такое происходит и имеет место быть, смело пишите жалобу в ФССП. Хочу подвести итоги этой темы. Звонят, как я сказала ранее, абсолютно всем. Не нужно переживать и беспокоиться насчет звонков. Знайте свои права, отстаивайте свои интересы, пишите жалобы, если коллекторы нарушают закон. Только так совместными усилиями можно пристроить тех коллекторов, которые нарушают действующий закон. Благодарю за просмотр этого видео. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал.